И продлится целую неделю. А начнется триумфальный финал выступлением прославленного петербургско-берлинского коллектива Растреля Чиала-Квартет, которому под силу все. В программе Прокофьев, Чайковский, Мусорский, Бах, Шварц, Строг, а также Папури на тему советских песен. В музее нонконформистского искусства стартует масштабный проект «Транспозиция», отражающий четырехлетнюю работу о президенции «Пушкинская-10». За это время там поработали ведущие художники Нира и уставка демонстрирует, каким многолеким и разным может быть классический Петербург. Они будут расти, но кому я плачу деньги? Есть разница или нет? Есть разница. Цифра 1, и можете написать, кому вы предпочли бы или предпочитаете платить деньги. И цифра 2, когда разницы нет. Голосование запускаю, СМС-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения, дальше либо цифра 1, либо цифра 2. Цифра 1, для меня существенная разница, кому пойдут эти деньги, и указывается, кому вы хотите, чтобы они пошли. И цифра 2, не все равно, лишь бы была горячая вода, отопление и чистота. Я согласен с Владимиром, который раньше сказал о том, что можно действительно платить нам больше, но при этом будут укладываться золотые трубы, дебриллианты, подозаметные. Больше не платят. Понимаете, по сути, когда с 57-го дома в доме не было замены труб, просто вот канализация, водоснабжение. Что значит, в канализации уже ничего не течет, и из водоснабжения тоже течет что-то старое. По сути, мы же тоже сейчас становимся с инвесторами ЖКХ, когда начали платить за капремонт помещений. Это наши деньги, пусть они называются, как обязательно жировки отражаются, но по сути, тем самым, мы стали инвестировать в ЖКХ, в частности, в ремонт дома. Можно отдельную строку инвестиций, там, в теплоснабжение, там, столько-то платить, но мы будем знать, что эти деньги собираются с нас, то есть мы имеем право... Президент Путин в пятницу вечером прибыл в Казань для участия в церемонии открытия 16-го чемпионата мира по водным видам спорта. Как сообщил ранее журналистом пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков, президент планирует также посетить и осмотреть стадион Казань-Арена. Это уникальный стадион, который был переделан в огромный бассейн. Это достаточно неординарное для нас технологическое решение, пояснило он. Ожидается, что на стадионе Казань-Арена Путин также встретится с членами российской сборной, участвующей в чемпионате. Мировое первенство по водным видам спорта впервые проводится в России. Планируется, что в нем примут участие 2400 спортсменов. Как сообщил Песков, в ночь на субботу Путин прилетит из Казани в Санкт-Петербург, где примет участие в церемонии предварительной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года, который также пройдет в Россию. Советный главы службы безопасности Украины Юрий Тандит сказал, что у ополченцев в Донбассе все еще удерживается примерно 200 украинцев, сообщает Интерфакс. По данным, озвученным Тандитом, на брифинге среди заложников есть гражданские лица, их около 60 человек, а остальные украинцы имеют отношение к добровольческим батальонам и вооруженным силам. Он отметил, что 200 человек это приблизительное число, так как возможно, что при этом находятся и те, кто пропал без вести. Роскомнадзор вынес предупреждение радиостанции «Говорит Москва» за программу, в которой, по мнению ведомства, задержалось отрицание семейных ценностей. Поводом для предупреждения стала программа «Антеграун», вышедшая в эфир 25 мая. По некоторым данным в программе шла речь о свингерах. Главный редактор радиостанции Сергей Доренко заявил, что ему непонятно, почему ведомство указало предупреждение, что программа классифицирована как информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет, поскольку эфир радиостанции промаркирован знаком 16+. Счетная палата и РПЦ объединятся против коррупции. Соответствующее соглашение подписали патриарх Кирилл, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, сообщает Интерфакс. Руководитель РПЦ заметил, что у церкви нет властных полномочий, чтобы заниматься проверками, но она должна работать с человеческими душами. Татьяна Голикова отметила, что коллектив Счетной палаты, исходя из своих возможностей, всячески способствует духовному возрождению России. В соответствии с соглашением... Что за бред? ...сохранение нравственности в обществе, противодействовать коррупции, экстремизму, духовной экспансии, участвовать в восстановлении, развитии исторического и культурного наследия. Счетная палата Татьяна Голикова, сообщает Интерфакс. Да... ...все не знаю. ...держитесь в курсе. П ОТОН Evelynаме Продолжение следует...